Наконец-то официальная команда Hamster Combat выработала точные критерии для получения аэрдропа. Вы должны знать их, чтобы получить раздачу токенов. Сообщество Hamster Combat выросло уже до 250 миллионов человек. Это четверть миллиарда людей, у многих из которых в голове настоящая путаница. И чтобы привести её в порядок, им нужно посмотреть это видео. Если вы поставите лайк прямо сейчас, это поможет распространить этот видеоролик. Это поможет многим людям не потерять время впустую и получить долгожданный и желанный аэрдроп. Всех остальных, кто этого не увидит, к сожалению, отсеют. И они не получат ничего, как многие пользователи PixelTab. Подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Здесь мы говорим о финансах, криптовалютах, экономике и обо всем, что может на это влиять. Итак, в сегодняшнем видео мы обсудим, каковы будут точные критерии для получения раздачи токенов. Над чем нужно плотно поработать, а что не так уж и важно. Это будет очень важное видео для вас. Если вы уже месяц или два трудитесь в Хамстер Комбат, повышаете прибыль в час и копите монеты, то теперь критерии аэрдропа были изменены. У нас остались буквально считанные недели, и они очень важны. Ведь если вы отнесётесь к ним легкомысленно, то, возможно, вы не получите аэрдроп. Итак, друзья, на вашем экране внутренняя информация, которая поступает от официальной команды Хамстер Комбат. Здесь они пишут предлагаемые критерии, которые нужно выполнить для получения аэрдропа. Это значит, что аэрдроп, который будет распределён среди людей, будет основываться на этих пунктах. Разумеется, они ещё могут быть изменены, но на данный момент они выглядят именно так. Перед тем, как мы к ним перейдём и разберём, давай завершим все ежедневные задания. Если вы их пропустили, можете повторять за мной прямо сейчас, чтобы их завершить. Сейчас, когда мы считаем последние недели до листинга, их выполнение критически важно. Нам необходимо выполнить пять заданий. Первое. Ежедневное вознаграждение. Забираем его вот здесь. На каждый десятый день вы будете получать 5 миллионов монет. Теперь вторая вещь, которую мы должны сделать, это ввести ежедневный шифр. Давайте введём здесь сегодняшний шифр. Вот так он выглядит в виде точек и тира. Тире. Необходимо нажать вот сюда и вводить код на уже покрасневшем хомяке. Тире – это длинное нажатие пальцем, точка – это быстрый тап пальцем. Вводим его и получаем миллион монет. Следующее задание. Ежедневные комбо. Первая карта – Хамстер Ютуб Ченнел. Вторая – Биткоин Пицца Дэй. И третья – новая карта. Мини-гейм. За это мы получаем 5 миллионов монет. После этого нам нужно пройти мини-игру. Для этого переходим сюда и решаем головоломку. Сейчас я показываю видео, как это сделать. Повторяйте за мной, и вы легко заберёте сегодняшний ключик. Очень важно собирать эти ключи каждый день. Ставь видео на паузу и повторяй каждое действие. Итак, вернёмся к списку предлагаемых на данный момент критериев получения аирдропа от Хамстер Комбот. Опять же, это внутренняя информация команды, и навряд ли вы её получите где-нибудь ещё, кроме этого видео. Кроме этого, команда может изменять эти критерии, и если эти изменения будут, я обязательно сниму обновление на этот канал. Так что подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе первыми. Итак, первый критерий, который предлагается в их команде, является самым важным критерием. Это сбор ключей за прохождение мини-игры. Чем больше у вас ключей, тем больший аирдроп вы получите. Вторым критерием является распределение NFT для скинов, которые можно покупать в этой вкладке за внутриигровые монеты. В зависимости от того, какой скин вы покупаете, вами будут выдавать NFT. Для каждого скина свой NFT. И у каждого NFT будет своя цена. Затем этот NFT можно будет продать. Далее, команда Хамстер Комбот собирается установить минимальный порог прибыли в час, ниже которого аирдропа не будет. Например, если прибыль в час будет ниже миллиона, то аирдроп вы не получите. Естественно, это только пример. Неизвестно, какую цифру установит команда. Они могут установить минимум 2 миллиона в час или 1,5 миллиона в час прибыли. Об этом они объявят позже. Третья важная деталь. Диверсификация карточек в различных категориях. То есть, все карты, которые доступны для покупки, необходимо прокачать хотя бы один раз. Если этого не сделать, аирдропа вы не получите. Опять же, неизвестно, какой именно уровень они установят. Возможно, все карты должны быть прокачаны до 15-го левела, а возможно, до 10-го. Об этом тоже станет известно позже. Мне очень нравится этот критерий, ведь команда Хамстер Комбот учит нас диверсификации рисков. Мы не должны хранить все в одной корзине. Следующий критерий. Обязательно выполнять дневные задания. То есть, то, что мы только что сделали. Получать ежедневную награду, собирать комбо из трех карт, играть мини-игру, вводить код из азбуки Морзе. Мы выполняем все эти задания ежедневно. Каждый пропущенный день будет уменьшать ваш аирдроп. Предпоследний критерий. Ваша вовлеченность в сообщество Хамстер Комбот. Это значит, что вы подписаны и следите за их социальными сетями, такими как YouTube, Telegram, Twitter и так далее. Это также будет учитываться перед раздачей Хамстер Токенов. И, наконец, шестой критерий. Будет учитываться общее время игры в Хамстер Комбот. Чем дольше вы в нее играли, тем выше ваши шансы на больший аирдроп. В конце концов, их главная цель – вознаградить самых активных и самых лояльных пользователей, основываясь на разнообразии их игры, участии в сообществе и как долго они играли в игру. Преданные пользователи, их лояльное сообщество, которое упорно и долго трудилось, должно получить награду. Такова логика команды Хамстер Комбот. И многие люди не выполнят всех этих критериев и останутся ни с чем. Но только не те, кто посмотрел это видео. У вас все будет в порядке. Если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно поставьте лайк. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. На этом давайте закончим. До встречи в следующем видео. Берегите себя и будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok